Вот так вот ошибка полиции к чему приводит. Лужа крови, разбитые окна, недоброе утро Инги. От звука бьющегося стекла она в тот день и проснулась. Прибежала на шумом, в ее дом лезет человек в маске с автоматом. Я через стекло его давай выпихивать. Он меня... Но в итоге все равно толкнули. Схватка со спецназовцем завершилась не в пользу Инги. Три глубоких пореза руки и синяки на теле. В это время с непрошенным гостем знакомилась мама женщины. А в голову ты дружишь? Я говорю, я дружу. Я ему сказала, да, я дружу. Он говорит, хорошо. Тогда показывайте, где отпрятали. Говорю, ну где кого? Еще раз, скажите фамилию сами, кого вы ищете. Они говорят, Данилов. Все это, все, что они мне сказали. Говорю, да мы же не Даниловы, мы Волженины. То ли тут они мне сказали, что мы уже поняли, что вы не цыгане. Юмор ситуации Инги понятен, но дома одна не остается, боится и ходит, оглядываясь. Больше всего тут переживают за четырехлетнюю Злату. Сильный стресс, опасаются родители, может запустить у ребенка болезнь, связанную с нарушением активности головного мозга. Сидим, она в комнате вся играется, убегает. Мамочка там что-то громыхает, может быть, говорит, к нам опять лезут. Мушинги Андрей во время облавы был в командировке. По приезду поменял окно, теперь лечит своих женщин и разгребает последствия. Вообще, в прострации такой, я не знаю, как бы я себя повел в такой ситуации. Ну, по голове, наверное, точно я отюхнул чем-нибудь. А что бы получилось с этого, я уже не знаю. Слава Богу, не было. Окончательно убедить силовиков в своей ошибке смогла лишь домовая книга. За все годы здесь не числился ни один Данилов. А все, что люди теперь знают о нем, что он цыган и вор. По словам супругов, командир группы захвата позже принес им извинения. Но семье хотелось бы найти того, кто перепутал адрес. И обидно говорят, что силовики не признают за собой вины в причинении травмы. Что я сама себя по неосторожности или нечаянно повредила руку. Я говорю, я не сама себе, а вследствие действий сотрудников повредила себе руку. Волженины написали заявление в полицию о неправомерных действиях силовиков. Следственный комитет проводит проверку. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.